МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. На минувшей неделе Крылья Советов провели сразу два выездных матча. Первый из них – Кубковый. Не уложился с 90 минут. Да и положительных эмоций не принес. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первый взгляд исход встречи команды Премьер-лиги с коллективом из 2-го дивизиона предсказать несложно. Однако уже который год подряд 1-16 Кубка России преподносит нам сюрпризы. Накануне матча между Соколом и Крыльями в Саратове вылететь из Кубка уже успели игравшие боевыми составами «Зенит» и «Рубин». Непростой матч предстоял и нашей команде. В Саратове эта встреча задолго до стартового свистка стала событием городского масштаба. Билеты были раскуплены заранее. На 15-тысячном стадионе «Локомотив» ожидал Саншлаг. Полностью была выкуплена и гостевая квота билетов. В результате до трибуны добрались не все болельщики из Самары, но в трех отведенных для гостей секторах пустых мест также не наблюдалось. Сокол с первых минут дал понять, что не испытывает никакой робости перед более мастеровитым соперником. На правах хозяев саратовцы пошли вперед, и хоть и не создали серьезных угроз воротам Веремко, вынудили Крылья уделить повышенное внимание обороне. Справившись со стартовым натиском соперника, самарцы начали методично искать подходы к воротам Сокола. На 22-й минуте Елисеев засеял сольный проход по левому флангу со смещением в центр и выкатил мяч под удар Семшову. Дальний выстрел застал врасплох Артема Федорова, и полузащитник Крыльев открыл счет своим долам за самарскую команду. Вместе с перевесом в счете Крылья получили и контроль над ходом матча. Сокол по-прежнему много времени проводил в атаке, но действия хозяев сводились к забросам в штрафную площадь, где уверенно играли защитники Иверемко. Крылья же не раз могли увеличить счет. Самый острый момент был у Сибаеса. Парагвайц откликнулся на прострел салагово с левого фланга, но Пабло немного не повезло, мяч прошел мимо цели. Оставшееся до перерыва время команды потратили в основном на вязкую борьбу в центре поля. И к исходу первого тайма гости сохранили минимальный перевес в счете. Продолжение следует... Начало тайма второго не предвещало никаких проблем для Крыльев. Сокол продолжал загружать передачами штрафную площадь, но без особого успеха. А вот в обороне саратовцы играли уже не так надежно, и у Кабайера было две великолепных возможности снять вопросы о победителе в матче. Сначала Луис получил мяч от Сибаеса в штрафной площади, но не смог переиграть Федорова. А спустя еще несколько минут игроки Сокола сами подарили мяч нашему форварду. Кабайера оказался один на один с голкипером и решил по-пижонски отправить мяч в сетку парашютиком, но исполнение подвело. В следующем эпизоде Кабайера основательно досталось по ногам. Александр Цыганков дал своему нападающему возможность пробить штрафной и от греха подальше отправил досматривать матч на скамейку запасных. Событие, полностью перевернувшее ход встречи, случилось за 12 минут до окончания второго тайма. Салагов на ровном месте получил желтую карточку, которая оказалась для него второй, и крылья остались в меньшинстве. Сокол почувствовал свой шанс и бросил вперед все силы. Самарцы же оказались явно не готовы к необходимости защищаться в меньшинстве. Оборона крыльев потеряла стройность. Абсолютно не опасные в прошлом навесы теперь раз за разом оканчивались ударами по воротам, и на 84-й минуте Ганежукову все-таки удалось пробить Веремко. 1-1. 90 минут не выявили победителя. Командам предстояло сыграть два дополнительных тайма. Полностью оправиться от потери одного игрока и пропущенного в концовке гола самарцам не удалось. Крылья и дополнительное время провели в обороне. Единственный голевой шанс создал для своей команды Форбс, отобравший мяч у соперника и самостоятельно протащивший его до чужой штрафной. Увы, удару Фелисио совсем немного не хватило точности. Судьбу матча командам предстояло решить в серии пенальти. После 120 минут непростой игры лучше сохранить концентрацию в решающий момент удалось хозяевам. К тому же, как назло, в прыжке за очередным ударом травму получил Веремко. В результате игроки Сокола промахнулись лишь однажды, в то время как самарцы не реализовали три пенальти. Встреча завершилась с общим счетом 4-2 в пользу хозяев. Крылья завершили выступление в Кубке России и теперь могут сосредоточиться на играх чемпионата. Завершать первый круг крыльям Советов предстояло в Грозном. Удастся ли молодежке перешагнуть экватор турнира на медальных позициях, зависело от результата матча с сериком. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советов в случае победы гарантировали себе третье место в таблице по итогам первого круга. Однако волжане понимали, игра будет непростой. В Грозном всегда нужно быть готовым к предельно жесткой борьбе. Уже в первом тайме арбитр матча Евгений Губин из Москвы вынужден был пустить в ход карточки, чтобы немного погасить страсти. Мы знали это, предвидели это, готовили к такой тяжелой игре, в общем-то, ребят. И они с честью, я скажу, к этому неслись. Впрочем, матч был интересен не только бескомпромиссной борьбой. Футболисты обеих команд щедро дарили зрителям красивые эпизоды. Первый стопроцентный момент для взятия ворот упустил Концидалов. Алексей бил головой с близкого расстояния, но мяч прошел над перекладиной. Хозяева ответили фланговой атакой и красивым ударом в падении. Тоже неточным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открыть счет в матче удалось крыльям. Делькин и Давыдов разыграли комбинацию на левом фланге, в результате которой самарский нападающий получил возможность пробить с линии штрафной. Галкипер Терека Магомед Дакуев не дотянулся до мяча, и тот влетел в ближний угол ворот. Увы, равновесие в счете было восстановлено уже спустя две минуты. Игроки Терека воспользовались ошибкой Максима Полиенко в центральной зоне. Быстро доставили мяч вперед Мацею Макушевски, и нападающий грозненской команды покатил мяч в угол мимо вышедшего из ворот Федорова. 1-1. Еще в первом тайме Полиенко удалось исправить собственную оплошность. Именно Максим заработал штрафной, после которого крылья снова вышли вперед. Давыдов выполнил подачу в штрафную, Дакуев ошибся на выходе, и мяч, ударившийся землю, нырнул точно в девятку ворот. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После перерыва команды продолжили радовать зрителей красивым футболом. После подачи Делькина с левого фланга Клягин все сделал здорово. Открылся в штрафной, положил корпус и слета пробил с левой ноги. Мяч прошел в сантиметрах над перекладиной. Тут же аналогичным ударом отметился Яшин. Получилось не менее эффектно, но тоже чуть не точно. Не угасал и накал борьбы в центральной зоне. В середине второго тайма вопросы об исходе матча, казались, были сняты окончательно, и сделали это грозненцы. Шейх Магомед Тагиров в очередном единоборстве чуть не оторвал ногу Давыдову и незамедлительно увидел перед собой красную карточку. Крылья и в равных составах владели ощутимым перевесом, а уж в большинстве должны были без труда дожать соперника. Но получилось наоборот. Первая же атака Терека после удаления оказалась результативной. Яшин доставил мяч Барзукаеву. 94-й номер хозяев при удивительном попустительстве защитников принял мяч на грудь и пробил с разворота в дальнюю девятку. 2-2. В оставшиеся до финального свистка минуты игра проходила исключительно на половине поля Терека. Самарцы взяли в плотное кольцо чужую штрафную площадь, но пробить защиту хозяев было непросто. Когда же Пестричеву наконец удалось это сделать, великолепную по замыслу и исполнению комбинацию разрушил боковой судья. Оффсайт действительно был, но пассивный у Титова. Пестричев же забивал по всем правилам. Основное время матча уже завершилось. На исходе были и 4 компенсированных минуты, когда Крыльям все-таки удалось склонить чашу весов в свою пользу. Действующие лица все те же. Давыдов ассистирует, Делькин забивает. На этот раз головой. Так бывает иногда удаление вроде бы. Игра наша, идем, да, и все уже, может, подумали о каком-то результате. То, что они не забьют, но так получилось. То, что их атака закончилась в гол. Ну, хорошо то, что мы дальше продолжали играть в свою игру. Не свалились на какой-то банальный навал, да, и продолжали контролировать мяч. И в итоге из одной из атак у нас получилось забить. Мы имели преимущество контролировать ход игры. Да, до последней минуты. Ну, бывает так все более. 3-2. Молодежка Крыльев одерживает непростую и очень зрелищную победу. Теперь нашей команде предстоит встреча с лидером турнира – московским «Динамо». после 14 туров грозненский терек сенсационно расположился в зоне вылета. Объяснять причины такого падения не брался никто из специалистов. Ну, а руководство клуба традиционно менять ситуацию начало с тренера. Юрий Красножан был отправлен в отставку. А на матч с самарцами грозненскую команду вывел исполняющий обязанности главного тренера Ваид Талгаев. У основного вещателя в ходе трансляции матча из Грозного возникли технические сложности. И мы просим прощения за качество картинки. Перед выездом в Грозный Александр Цыганков столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Сергей Веремко и Александр Павленко не могли принять участие в матче из-за повреждений. Петр Немов из-за перебора желтых карточек. Место в воротах предсказуемо доверили словацкому голкиперу Яну Мухе. А в центральной зоне в стартовом составе появились Игорь Семшов и Иван Таранов. Исполняющий обязанности главного тренера Терека Ваид Талгаев экспериментировать с составом не стал. Как обычно, с первых минут на поле появился Олег Иванов, который перед матчем получил в подарок, открыли в альбом фотографий в память о самарском этапе своей карьеры. Идеальный газон, теплая погода. Что еще нужно для футбола? Конечно же, болельщики на трибунах. Увы, не все Мачи Тура могли похвастаться этим обязательным атрибутом футбольного праздника. Но на Ахмат-арене атмосфера была что надо. За воротами гостей расположился целый ансамбль с барабанами. Да и самарский сектор был хоть и немногочисленным, но активным. Великолепным настроем на борьбу порадовали и футболисты. Терек предсказуемо владел территорией. Крылья сделали ставку на быстрой атаки и преуспели. Корнеленко и Гаро на двоих сообразили образцово-показательную контратаку. Гаитянин выполнил великолепную передачу с фланга. Белорус опередил защитников и в касании переправил мяч в сетку 1-0. Несмотря на то, что Терек значительно превзошел крылья во владении мячом, по моментам самарцы сопернику не уступили. Еще в первом тайме Семшов мог удвоить перевес гостей, но мяч разминулся со створом ворот. Увы, снова не обошлось без вынужденных замен. После жесткого подката Семшов покинул поле на носилках и в бой был брошен Елисеев. А во втором тайме локтем разбили бровь Корнеленко. После помощи врача Сергей смог продолжить игру, но вскоре уступил свое место кабагера. Терек нагнетал давление на самарские ворота, но уповал больше не на комбинации, а на навал и судейские решения. Арбитр Александр Егоров в спорных эпизодах действительно частенько принимал сторону хозяев, но выдумывать пенальти отказался наотрез. Кабаера не сумел использовать свой шанс. Его удар парировал Гадзюр. Интрига в матче дожила до финального свистка, но три очка все-таки легли в копилку самарского клуба. Важная игра. Мы очень рады, что вы стояли, здорово сыграли в обороне. Сегодня мы были единой командой, все бились и никто не выпадал. Сегодня все на поле делали одно общее дело. Прежде всего я хочу поздравить ребят, что они выдержали такую сложную игру, такой натиск, когда все складывается против и четвертая карточка Немова, и травмы Павленко и Веремко до игры, во время игры травмы и Корнеленко, и Семшова. Может быть мы где-то не так активно играли в атаке, но зато в обороне сыграли на ноль. Победа в Грозном позволила крыльям войти в группу из четырех команд, которые с 17 очками делят места с 9 по 12. Первый круг завершен на мажорной ноте, но до зимней паузы в чемпионате самарцам предстоит еще четыре непростых матча. 17 очков за первый круг. Неплохо по сравнению с прошлым годом. Однако самые сложные матчи чемпионата еще впереди. 9 ноября крылья Советов на своем поле постараются взять реванш у московского «Динамо». Все подробности этой встречи вы, как всегда, узнаете ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. До встречи на телеканале «Губерния» и официальном сайте «Крыльев Советов». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин